Доброе утро, друзья мои! Доброе утро! Солнце! Козылджа! Стра движения, маршрутки едут. Я иду сейчас на йогу. Завтра уже будем вставать, собираться в дорогу. Так что показываю вам предпоследний день нашего пребывания в деревне. Все едут куда-то. Это главная улица, наверное. Такое утро. Собачка! 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 Куда ты собралась, собачка? Куда ты собралась, иди ко мне, собачка! Каждый идет по своим делам, бежит. Все по своим делам. А вот видите Джами. Заходит молиться отец. Все спят сладким сном. А я все это время с утра на коврик просыпаюсь. Скоро я буду в Мерсине. Ура! Двери закрою. Чтобы никого не разбудить. Вот такие вот у меня с утра новости. Мой коврик. Ну и что, друзья мои, начинаем заниматься. Посмотрите, какой урожай я собрала с утра. Вы видите. Собираю себе батуми, хотела сказать, Мерсин. А перчиков столько. Конечно, все начнут чесаться. Сейчас быстрее надо руки мыть. Вот такое все. Надо еще мятку сорвать. Петрушечку. Ух, прелесть. Пока все спят, я тут пеку хачапури. Это, знаете, два маленьких с картофельной начинкой, что вчера осталось. А вот хачапури огромное. Такой огромный чайок у меня уже готов. Пеку, пеку. Яйца сейчас чищу. Ну и здесь тарелочка. Маслиночек. Ой, все домашненькое. Какое все вкусненькое. Готовлю. Как же я классно придумала. Картофель положила, сыр. Посмотрите, как красиво вышло. Так, мои дорогие, здесь у меня хачапурки. Хачапурки. Идем завтракать. Так, а здесь вот еще печется. Уже оно готово почти. Приятного нам аппетита. А мама пришла еще, привезла мне вот таких маленьких помидорчиков. Хочет угодить, мне нашла кабачок. Собираемся, друзья мои, потихоньку. После завтрака у нас такие обязанности. Я уже полазила по огороду. Но мама любит очень поливать. Мама любит очень поливать. Вы знаете, что пока спала мама, я тут собрала все семена, но она говорит, что у меня ничего не получится. Надо их собирать осенью. Ну, будем надеяться, что все у меня получится. Так, что у нас тут на территории? Киса. Киса. Наша киса. Или не наша? Не наша. Мусор я выбросила. И, как всегда, больше ничего. Значит, огороды у нас поливать. Покушали мы. Сейчас будем потом что делать. Заниматься каждый своим делом. Ну, собирать сумку. Розочка вот эта отрезали. Она будет такая хорошая какая-то. Смотрите, уже начинает расти. Розочка. Цветочки, бабочки. Ой, какая красота. Всем добрый день. Я кушаю другой виноград. Очень вкусный виноград сижу. Вы знаете, что этот виноград украла я с мужем. Пока никто не видит. Сегодня мы варим обед. Суп. Кемал Паша? Да. Как мы будем кирпичать? Нет. Кемал Паша? А? Кемал Паша не хотят. А мы будем кирпичать? Кирпичать не кирпичать. Кирпичать. А, желудок варим. И ссора черба в ладжак. Да и мы о нем. Кошечки ждут обеда. Кеды лербе клерна. Вот. На костре. Красота. А я сижу здесь. Кайфую. Прячу свой виноград. Чтоб она не увидела. Знаете, что у них в этом году? Ой, мухи меня сожрали. У меня такой зуд. Такой зуд, друзья мои. Пипец. Надо спрятать мой. Такой зуд. Такой зуд. Опять появился. Мухи тут сжирают. Вот что здесь плохо. Мухи. Хоть мы и брызгаем здесь. Все равно. Посмотрите. Сожрятся как. У них что произошло? В этом году винограда такого нету. Много. И они хотят, чтобы дозрела. А я вот хожу, все ворую и кушаю. Так что вот такие. Емек хазырдель. Просят у нее кушать. Она как рукается с ними. Любят они кушать. Не увидела. Слава Богу. Можно продолжать кушать. Дует и чему занимаемся. Она такая, что выklижена. Довели, так вот. Суну, д competitive. Суну, дыр. Суну, дыр. Не знаю. Не знаю. Суну, дыр. Кавурма называется. Да, да. Анна. Я работаю. Анна. Я работаю. Я работаю с у plausible etwas, я буду. Почти. Кавуру можно кушать. Вот так мы кушаем на полу, вкусно так, хлебушек такой вкусный, как кушают именно с одной тарелки, с кастрюли, сковородки, так вкуснее. Друзья мои, мы сейчас только что пообедали, можно сказать, мы больше не кушаем так, боже, какое вкусное было это блюдо, я просто советую вам приготовить, я не думала, что желудок настолько вкусный, как мы его приготовили, его мама отварила на костре, я показывала вам, варила, варила, я посмотрела на вид, думаю, боже, кто это будет есть, но она потом мелко порезала, я, значит, лук, мы вместе готовим, она командует, а я все нарезаю, и мешаю и так далее, и потом она тоже стоит на кухне, вместе мы хохочем с моего турецкого, с моих неправильных слов, она вообще тащится, у нас все нормально, слава богу, и вот в такой дружеской обстановке проходит у нас готовка, подготовка обеда, ужина, и, значит, как делается эта кавурма? Сначала лук пережаривается чуть-чуть, добавляется только помидоры без воды, смотрю, я потом добавила пасту томатную, и мне сразу баночку положила, мне дала мяту тоже, я собрала тут, наверное, килограмма 4-5 помидор, перец, вы сами видели, утром собирала, все собирает, не собирает, это возьми, это возьми, это возьми, научила мне, как делать пасту, уже, знаете что, я совсем согласилась, да, она говорит, ты тоже можешь это сделать, вот машины ездят, и научила мне, как, я говорю, как на моем балконе, да, на балконе, я говорю, хорошо, хорошо, самое главное в этот момент нужно согласиться со всем, не нужно говорить, нет, я не хочу, и все, у меня была такая, да, такая идея сначала, зачем мне это надо, не, я не буду это делать, а потом думаю, нет, стоп, Светлана, я же трансферфинг реальности технику сейчас эту прорабатываю, да, каждый день стараюсь, и поэтому так, такое прекрасное настроение, друзья мои, никогда не негативьте, соглашайтесь со всем, особенно с вашими старшими родителями, и жизнь от этого у вас будет улучшенная, потому что вы все равно их не переспорите, их огорчите, и потом ситуация в доме будет не такая, а погода в доме, самое главное, должна быть хорошая, дружелюбная, никаких скандалов, тогда будете вы счастливы, и все у вас будет замечательно, у вас пойдет энергия ваша на исполнение ваших заветных целей, мои дорогие. Видите, как меня сегодня покусал комар, вот, он сделал мне напоследок, еще сегодня, наверное, мне добавится ночью что-то, так что вот такая я красивая, и давайте перейдем к рецепту, как готовится кавурма, а то я начала и перепрыгнула обратно, не знаю куда. Значит, на сковороде, вот, видите ли такой, можно и на обыкновенной, Майя Свекров сказала, значит, нужно что сделать, нужно лук пожарить, добавить туда нарезанный перец, помидоров очень много, и добавить вот этот желудок мелко нарезанный, томатную пасту, чеснок, и все, и это все должно тушиться. Такая вкусная еда, мы когда сидели и поели, на три буханки хлеба съели на четверых, я тут ем хлеб, друзья мои, сейчас приеду в Мерсин, и буду, наверное, усиленно заниматься спортом, но я не думаю, чтобы я много набрала, может, килограмм какой-то, потому что я целый день кручусь, верчусь, кручусь, 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 верчусь, не как белка в колесе, но это полезно очень, после такого сытного питания у меня хлеба, я уже не смотрю в сторону Мару, который купил капусты вот этой листьев, не смотрю в сторону ее, и мы когда сидели, поели, я говорю родителям, вы знаете, что я хочу вам дать баллы, на каком месте находится ваша еда, которую мы приготовили за девять дней, я вот начала перечислять, все так смотрят на меня, что-то новое скажет невестка, на первом месте, говорю, вот это кавурма, кавурма называется, солянка, можно так сказать, на втором месте, говорю, мангал, из крылышек, папа очень вкусно сделал соус, замариновал, на третьем месте хашлама, потом бюрек, сэкма, мы делали вчера это, затем лобио, фасоль, еще что мы кушали там, ну что-то такое кушали, кюфте были, да, но вот это самое вкусное блюдо, которое мы кушали, и что я могу сказать, мы очень довольны, я очень довольна поездкой, но единственный минус, я им сказала это, что у вас здесь очень много мух и насекомых, которые меня сожрали, это же мелочи, ведь я не постоянно здесь живу, а можно за два года приехать, как-то обслужить родителей, и все, ехать и жить прекрасно, и у мужа не будет головной боли, и спокойно будет жить, потому что я чувствовала, что он переживает то, что мы не общаемся, так часто, как раньше. Вы видите, сзади у меня ковер, который сама сделала мама, своими руками, она мне предложила, говорит, я тебе свяжу, я сказала, мы такие не пользуемся, я говорю, ты не обижайся, но в городе у нас не вешают на стены, ну зачем нужно, пускай она делает, но она так быстро это все вяжет, вяжет, да, посмотрите, как классно, да, вот в этой маленькой комнатке сейчас, в маленькой комнатке хорошо сидеть, но как только наступает вечер, тут невозможно сидеть, хотели здесь остаться спать, но это было бы невозможно, здесь они принимают гостей, телевизор у них, у них больше телевизоров, чем у нас, у нас один только, а у них целых три, вот такое вот место, когда кто-то приходит, гости, соседи, родственники, то мы, значит, их здесь принимаем, еще что я могу сказать, что мы, вот сейчас после обеда у меня более-менее остается время для себя, потому что с девяти до этого часа я в движении, я сегодня и постели посушила, и попылесосила, и пыль вытерла, пыль такая, откуда появляется, не знаю, наверное, что здесь дорога, прям пыль такая, каждый день надо вытирать, ну и через день я пылесосю, естественно, я мою посуду постоянно, чай, кофе, фрукты, еще что, в огороде вот копошусь, и то меня не заставляют, я сама люблю поливать, цветы сегодня нарвала, ну, конечно, я поменяла обстановку, сейчас смотрела в телефоне свои видео с Мерсина, море увидела, так душа захотела, боже, в пятницу побегу, или когда, когда будет время, потому что мне надо сейчас уже и волосы покрасить, маникюр я так почистила вчера, и педикюр сделала, пока они тут спали, все отдыхали, сейчас они будут все спать, мне так кажется, сейчас вот на масс они пошли на, а потом будут отдыхать, а я вот, наверное, тушь приму, сейчас посмотрю, вам видео загружу, моим дорогим подписчикам, вот и все, вот так вот, можно сказать, я подвожу итоги, я довольна поездкой, очень довольна поездкой, было все, но все решилось самым благоприятным, экологичным способом для всех, я за мир, за гармонию, за то, чтобы не вступать ни в какие игры, горы, войны, зависти, сплетен, и не поддаваться деструктивным маятникам, потому что очень много на это причин и поводом, и нужно вовремя всегда остановиться, друзья мои, когда вам хотят начинить вред, нужно уйти, в первую очередь, отойти от этого человека, если не получается, он продолжает вас задевать, естественно, нужно как-то ответить, очень строго, больше этой темы не касаться, очень много наговорила вам, сколько наговорила, о, 14 минут наговорила, я буду рада, если вы поделитесь моими видео с вашими друзьями, близкими, и поможете мне увеличить число подписчиков, просто мне очень интересно, буду продолжать снимать свои видео в Мерсине, завтра у нас будет дорога, конечно, сниму тоже, ну и до встречи, не знаю, смотрите дальше мое видео, что-то будет интересное очень. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.